так 7 утра сейчас уже приехали на каньон псаха погодка сегодня утром без дождя отлично здесь невысоко влаги нет большого количества пойдем прогуляемся до каньончик посмотрим что да как за экологию тут надо сдавать по 200 рублей для каждого такого объекта нужно платить денежку и вам футбол сухой каньон да а где мокрый ты говорил вот отсюда идет вот так просто типа мы здесь так спускаемся здесь чуть проходим потом по мокрому короче класс сухой каньон и более древнее скальное образование ему около 150 миллионов лет образовался он в результате бурные тектонической активности на дне всемирного океана 5 но когда уровень воды спал то разлом оказался наслужен по нему протекала речка поменявшую русло сейчас на данный момент он осушен и выглядит огромным большим разлом мокрый каньон назван в одноименной реке протекающей по одной долине реке псаха вода здесь имеет необычный небесно лазурный свет а в зной на летний месяц таки манит про свои прохлады река не слишком длинная протяженность около 10 километров но в осенние месяцы когда подписывается водой от талла снега бывает довольно упорный своенравный сахар протекает по всей долине мокрого каньона преодолевая в нем расстоянием полутора километров если типа мокрому каньону по всей его протяженности около 10 километров можно столкнуться с множеством водоскатов крошечных водопадов и купелей за счет чего местность и становится это довольно привлекательный в то же время скользко и опасно потому что обычные люди не ходят по мокрому необычные дошли до мокрого каньона все капает и без приключения меня чуть сложила на спуске очень скользко а то что я остановился в камень я вообще Водописное место, которое можно пройти от начала до конца только в летний период, когда вода, отступая, обнажает полоску дна. Переступая с камня на камень, переходя по воде с одного берега на другой, можно видеть немало интересного. Замшелые камни, битвистые лианы, попутавшие стены, корстровые пещеры. Считается, что они служили с жилищем первобытных людей. Благодаря особому микроклимату в ущелье сформировалась природная зона собственных растительных животных миром. На берегах реки раздрожился самшитовый лес. Правда, из-за нападения самшитовой огневки, случайно занесенной из Италии, Алхийский лес сильно поредел. Кроме самшитов и тисов, в окрестках предоставят больше 200 видов представителей флора, таких как бур, дуб, лещина, лавровщина, граб. Размасил в эту же самую ночь, две палатки разорвал, сожрал укулеле и ушел. Я видел этот видосик, его отгоняли, он разрезал палатку. Причем он еще как-то профессионально ее разрезает. Так а если человек, кто будет лжать, он еще так же подойдет разрежет? Что еще раз? Если человек будет в палатке. Да, да. Ну типа человек просто будет бежать там, а он будет доставать сгуху. Он же за сгухой пришел. За едой, да? За сгухой. Сгухой это что? Сгущенкой. Так она, а, она открытая получается. Ну типа любая вообще герметичные пакеты, они все чуют. У них там, ну короче, медведь, короче, который попробовал разбуху, это, короче, типа наркоман такой, сгущенковый. Очень-очень-очень-очень-очень. Так. Медведь, не смешат. Потому что скользкий. Чтобы не дай бог, не пускай грузом, а в аккуратности не готовить. Постоял, полюбовался. С виду старчиков. Да? Можно писать здесь, подробно. Но лучше видеть. Но интереснее.